Первый в арктической зоне России центр обработки данных открыли в Мурманске. Он обеспечит качественное хранение данных цифровых проектов, а также будет способствовать обеспечению безопасности в городах региона. Подробнее в материале Анны Шинкаренко. В первую очередь, открытый в Мурманске центр обработки данных необходим для хранения цифровой информации, что в свою очередь позволит повысить безопасность. Теперь пользовательские файлы будут, как говорят специалисты, лежать не просто в России, а в Мурманске. Правительство области стало первым клиентом центра. Самое главное, первое, с чего мы начали, это все, что касается безопасности, видеонаблюдения и, самое главное, видеоналития, которая сегодня уже помогает раскрыть те правонарушения, преступления уже в реальном боевом режиме на территории нашей области. Центр был построен за шесть месяцев в рамках реализации соглашения между правительством региона и компанией «Ростелеком». Здесь используют 80% отечественного оборудования. Если будет необходимость, специалисты готовы нарастить мощности центра. Все зависит от требований заказчиков. Мощность его, если говорить про электроэнергию, на данный момент 150 кВт. Есть возможность расширения этой мощности. Сегодня здесь установлено 20 стоек. Мы можем в кратчайшие сроки, в три-четыре раза увеличить место для размещения данных. И при модернизации других этажей этого здания мы можем кратно увеличить мощность этого центра обработки данных. Камеры, с которых будет передаваться видео в ЦОД, уже установлены в школах и домофонах на дверях подъездов. До конца года в системе будет около 4000 устройств мониторинга. Также в регионе действует программа «Умный город». И в режиме онлайн можно отслеживать работу на стройках, движения общественного транспорта и коммунальных служб. Анна Шинкаренко, Виталий Артемьев, Арктик ТВ.